Десятки семей не могут заселиться в обещанные квартиры в Эстонии. Со слов горожан, квадратный метр они покупали по договору бронирования. По нему достроить многоэтажку должны были еще в декабре 2022 года. В итоге уже год люди вынуждены оплачивать ипотеки и при этом арендовать жилье. Дана Ермак продолжит. Эти люди – останчане жители других регионов. Почти год ждут обещанного новоселья в этом доме. По их словам, сделку со строительной компанией они заключили по договору бронирования. В документе четко указана дата завершения строительства – декабрь 2022 года. Сначала работы шли бодро, застройщик рассылал видеоотчеты, но потом что-то пошло не так. В октябре этого года, 2023 года, девушка, одна из дольщиц, приезжает сюда на объект и скидывает нам видео, где вообще нет работников. Там висят на кранах 2-3 человека всего лишь. И, соответственно, динамика стройки идет очень медленно. Мы в чат пишем застройщику с просьбой, разъяснить ситуацию, как так произошло. Он нам говорит, что у него нет финансовых средств. По словам несостоявшихся новоселов, застройщик сослался на удорожание стройматериалов и, соответственно, нехватку средств для продолжения работ, а еще смену руководства. Нас вызвали, получается, застройщики и сказали, пишите ДОП-соглашение по поводу того, что мы отодвигаем срок на декабрь 2023 года. Потому что мы понимаем, форс-мажорные обстоятельства, всякое может быть. Мы ждем уже целый год. В семи подъездах 270 квартир. Компания позиционировала объект как умный дом. Среди новоселов немало многодетных из семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Матери-одиночки и пенсионеры. Чтобы приобрести квартиру мечты, многие из них продали единственное жилье и влезли в долги. С проблемой столкнулись больше ста человек. Мы с супругом тут брали квартиру в марте 2022 года. Обещали, что в декабре мы получим ключи. Была в положении. И вот мы думали, что заедем. Ежемесячно, получается, выплачивали просрочку. Набрали кредитов, назанимали у родственников. Быстройка шла, мнение было бы обидно. Стройка вообще не идет. 5-6 человек работают на стройке. И все. И нас кормят завтраками. В Акимате говорят, что в ноябре этого года на объекте провели внеплановую проверку. Но нарушений не выявили. Чиновники отмечают строительные работы, пусть и медленно, но ведутся. Недавно Акимат организовал встречу с дольщиками и застройщиками, чтобы жителям разъяснили причины. Но сроки сдачи городской власти регулировать не вправе. Согласно закону об архитектурной городостроительной деятельности, сроки строительства за счет частных инвестиций государством не контролируются, государственными органами. Мы контролируем наличие разрешительных документов, соответствие проектным решениям и тому подобное. И данный вопрос является гражданско-правовым договорным отношением и регулируется в судебном порядке. Строительная компания, в свою очередь, предоставила по ситуации письменный ответ. В нем отмечается, что о просрочках речи не идет. По разрешительному договору установлена дата – третий квартал 2024 года. Проводятся работы по поиску лицензированных предприятий для проведения всех внутренних инженерных коммуникаций. Обратившиеся к вам физические лица не являются долевиками у всех в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан, договоры предварительного бронирования и намерения после окончания строительства в третьем квартале 2024 года заключить основной договор купли-продажи на ранее бронированные в их пользу квадратные метры. Кроме того, представители застройщика сообщили, что на объекте ведутся работы и рассматривают даты начала и окончания монолитных работ по возведению паркинга, завершению облицовки фасада, приобретению лифтового оборудования.